В селе Лозовое, в котором не было воды с октября прошлого года, появится электрическая колонка. Правда, у селян есть опасения, будет ли вода такой же мягкой и вкусной, как раньше. Есть и другая проблема. Как сохранить колонку? Ведь за воду придется платить самим жителям Лозового. Светлана Сотникова продолжит. Жизненный источник для жителей Лозового бьет, предположительно, на глубине 25 метров. По крайней мере, бурить скважину будут именно до этой отметки. У долгожданной колонки будет и своя личная охрана, хозяева соседнего дома. Здесь уже планируют построить будку с замком. На ночь колонку закрывать, чтобы воду не воровали. Ведь платить за нее будут только потребители. Оплачивать, конечно, это все будут жители. Потому что вода, за воду мы с них деньги не берем. Эта скважина мы сделали именно для них. Это их скважина. Оплата будет происходить только за электроэнергию. Ну и, соответственно, если насос выйдет из строя, то, конечно, жители будут сами следить за ним. Колонку жители Лозового ждут с октября прошлого года. С того времени, как мы рассказывали в наших предыдущих выпусках, сюда перестали подвозить воду. Через пару месяцев сделали кран в теплотрассе. К нему люди ходили со всего села. Кран и сейчас останется на своем месте. А для колонки место подбирали специально. Просто раньше вот здесь был колодец. Говорят, неплохая вода. И порешили так же. И здесь только что поближе к столбу, чтобы провод было удобнее прицепить. Вот здесь порешали. Да и в проулке удобнее машина подъехала и набрала, если что. Колонка будет электрическая. Платить придется по счетчику. Одни такой перспективы пугаются. Другие и этому рады. Лишь бы вода была чистая. И еще хотят, чтобы она была такой же вкусной и мягкой, как из теплотрассы. Я уже планирую, сколько мне надо шлангу, чтобы мне качать мой коток. А я уже из котка к себе в дом перетрилию. Тоже перекачаю насосом. Мне насос купил, взять. И вот, чтобы не таскала, я воду руками. Сейчас у Веры Юрьевны два вида воды. Одна в доме исключительно для приготовления еды. Ее навозят с теплотрассы. Другая в бочке на улице. Для стирки, уборки, поливки огорода. Остается и вот такая вода. У меня раньше тут чистая вода была. Баночка висит для того, чтобы пили воду. Бегают пацаны. Бабушка, мы пить хотим. Вот такая вода. Одна колонка проблему не решит. Ведь за водой к теплотрассе ходят люди с трех улиц. Около 700 человек. Сельские власти пообещали в октябре пробурить еще одну скважину. Деньги на это местные депутаты выделили еще в мае. Только в бюджет они пока не поступили. Колонка заработает уже в ближайшие дни. Кстати, в день Ивана Купала, говорят жители Лозового, воды жалеть не будут. Обливаться планируют прямо из колонки. Светлана Сотникова, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.